Так долго ждали лето и наконец-то дождались. Уже больше двух недель в Богучанах стоит жаркая погода. Температура воздуха прогревается до 30 градусов и в ближайшее время она меняться не будет. Разве что пройдут небольшие дожди, но затем снова выглянет солнце. 21 июня нас ожидает самый жаркий день этого месяца, когда воздух в Богучанах прогреется днем до 33-35 градусов. В дальнейшем, начиная уже с четверка, будут периоды с кратковременными дождями и грозами. И чередоваться они будут с такими тоже непродолжительными периодами погоды без осадков. Температурный фон останется высоким в ночное время от 14 до 19 градусов. И в остальные дни от 26 до 31 градусов. Богучанцы привыкли, что на протяжении всего лета спасаться от жары можно на пляже и купаться в Ангаре. Сейчас на берегу реки созданы только зоны для отдыха, где люди могут проводить время, загорать, но не купаться. С недавнего времени в прибрежной зоне появились таблички, запрещающие купание. В администрации Богучанского сельсовета принято постановление об запрете купания на реке Ангара. В связи с тем, что вода действительно холодная, могут быть факты и судорог, и всего на свете. По всему берегу нами расставлены таблички о запрете купания. Сейчас температура воды в Ангаре к вечеру прогревается до 16 градусов. Если будет стоять такая же теплая погода, к концу месяца вода прогреется еще на 2 градуса. Но многие люди не обращают внимания на запреты, не ждут, когда вода прогреется больше и купаются уже сейчас. Но что делать тем, кто целый день работает и попасть на пляж не успевает? Секретами спасения от жары поделились Богучанцы. Как летом спастись от жары? Нужно пить зеленый чай с лимоном и с имбирем. Помогает? Да. Конечно, головной убор, чтобы солнечного удара не было. Под душ? Под холодный? Помогает? Да. Как часто в день нужно принимать холодный душ тогда, жарким летом? Так минуты и разы. Как летом спасаетесь от жары? А никак потею и все. Утречком я работаю в огороде, а к обеду с 11 до 5 я дома. Делаю дела. Какие дадите советы людям, чтобы… Советы людям не суетиться. Время рассчитывать так, чтобы было отдохнуть и поработать. По состоянию здоровья. Когда температура воздуха становится выше температуры тела, в организме человека меняются процессы терморегуляции, что дает высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому даже тем, кто любит жаркую погоду, следует принимать меры предосторожности. Нужно носить головной убор и просторную одежду светлых тонов из натуральных тканей. Пить больше жидкости, воду, морс, компот, холодный зеленый чай. Алкогольные напитки и жирную пищу в жару лучше исключить. Есть как можно больше фруктов и овощей. Они будут питать организм, витаминами и микроэлементами. И все важные дела лучше делать в первой половине дня, пока дневная температура не достигла своего максимума. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны».